Хорошее утро продолжается и у нас в гостях врач-аллерголог. НИИ Краевая клиническая больница номер один. И давайте здороваться, знакомиться Ольга Юрьевна Орехова. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Огромное спасибо, во-первых, что вы нашли возможность этим утром присутствовать с нами, не отмечать этот праздник с коллегами, а быть вот сегодня в этой студии. Кстати, скажите, как вы отмечаете? И отмечаете ли день аллерголога? Ну, несомненно, отмечаем. И сегодня, если вы позволите, воспользоваться хочу и вашим эфиром, и поздравить своих коллег-аллергологов и Краснодарского края, и России. И очень рада нашей встрече с вами. Спасибо большое. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям и всех аллергологов поздравляем. Ну вот есть такая статистика. Какая статистика? Статистика. Ну, мы готовились к нашему эфиру и узнали. Вот говорят, что Всемирная организация здравоохранения провела статистику, и говорят, что каждый пятый житель нашей планеты подвержен аллергии. Так ли это? Что по поводу нашей страны и статистики по поводу жителей Кубани? Ну, примерно так оно и есть. И, в общем-то, человек расплачивается за все свои деяния, по большому счету, и все антропогенные факторы, которые создавались годами, десятилетиями. И повышенная радиация, и насыщенный быт нашей химии, и большое употребление лекарственных препаратов бесконтрольно, оно приводит вот к таким возникновениям порой. Иммунитет сдают иногда и начинает теряться в своих, так скажем, ориентирах. Да, а что в этом случае делать? Какая профилактика? Вот я, опять же, слышал, что тайландские ученые провели исследование, и говорят, что один стакан кефира может снизить уровень проявления аллергических реакций. Как еще? Какие-то продукты, может быть, есть полезные? Или, может быть, какие-то действия нужно совершать, упражнения, проветривать... Дыхательная гимнастика, может, какая-то... Ну, вопросов, да, очень много, и вопросы, конечно, очень интересные, как говорил один классик. Вот, но можно сказать, что здоровый образ жизни, он всегда был залогом не только вообще в целом здоровья хорошего, но и в том числе профилактика аллергических заболеваний, вредные привычки. Это ведь, получается, провокация для организма. Частые заболевания простудные, если человек ослаблен, иммунитет ослаблен, он может тоже часто употреблять какие-то препараты, которые могут, в свою очередь, вызвать аллергические реакции у него. Вот, и поэтому, смотря на что, аллергия ведь бывает очень разная. Она и в виде дыхательных симптомов проявляется, в виде симптомов риноконгтивита, когда глаза там чешутся, насморк. Вот, и бывает, что кожные высыпания, и целая группа диагнозов существует. И поэтому и профилактика, и лечение, оно каждый раз, конечно, строится очень индивидуально, по-своему. Вот, но в плане того, что если у человека аллергия на домашнюю пыль, на домашнего клеща, бытовые вот эти аллергены, они являются как раз, ну, проветривать квартиру надо. В чистоте, наверное, держать белье, иметь, да, значит, постельные принадлежности соответствующие, лучше с искусственными наполнителями. Вот, свежий воздух. Если питание, то, конечно, вот стараться излишеств никаких не соблюдать. Вернее, не допускать. Не допускать, да. В плане того, что вот у кого на клеща, бывает, существует пищевая перекрёстная, аллергическая реакция, вот, например, на клеща домашней пыли, там могут возникать перекрёстные реакции на ракообразные, на продукты, содержащие хитиновый, вот, покров у себя, вот, креветки морские, они могут вызывать. Если пыльца злаковых трав, вот, когда цветут травы, то у некоторых пациентов, у многих даже, всё, что связано с хлебобулочными изделиями, может быть, каши злаковые, квас, пиво, мужчины-любители тоже могут, значит, пострадать в этом. Это очень страшно для мужчин. Аллергия на пиво. Вообще так много всего этого разного. Вот, а куда обращаться? Давайте научим наших зрителей. Да, куда, где это место, где всегда готовы принять, даже если вдруг какое-то подозрение, определить, естественно, что это за аллергия. Ну, в первую очередь, вообще-то, логичнее всего человек обращается к своему врачу, участковому. К терапевту, да? Вот, или семейному доктору за разъяснением врача, если считает нужным, что это действительно похоже на аллергическую реакцию, вот он направляет к врачу-аллергологу. У нас, я представляю наш краевой аллергологический центр, который принимает пациентов со всего края, и даже иногда с сопредельных районов, краёв, то есть и республик, приезжают, обращаются пациенты. Но есть в городе и другие центры у нас. По краю раньше была большая сеть, к слову сказать, ведь первый аллергоцентр появился в Краснодаре, в Советском Союзе. Вот, ещё когда только вот в Москве первая была заложена основа аллергологии, академикам АДО Андреем Дмитриевичем, его ученик Аркадий Иванович Остраумов, он необыкновенно энергичный, талантливый, обаятельный человек, он организовал в Краснодаре целую, в Краснодарском крае, целую сеть вот кабинетов аллергологических. И тогда действительно очень, я помню, ещё в это время застало, когда в каждом районе был специалист, к которому можно было пойти обратиться. Но сейчас, конечно, увеличился, так скажем, приток пациентов, наверное, за счёт того, что часть этих кабинетов сейчас пока вышла из действия, но в то же время технологии растут, увеличивается возможность диагностики не только скорификационной кожной пробы, которую проводит врач, только по назначению особому, когда он побеседовал с пациентом, когда он видит, что показаны пробы, нет противопоказаний. И тогда проводится. Но эти пробы, они достаточно информативные, хотя сейчас мнение какое-то появилось, что это не так уж прямо достоверно. 70% достоверности – это ещё достаточно высокий процент. Но сейчас есть диагностика по крови, антитела крови, а специфические аллергены определяются. Это позволяет достаточно с высокой точностью ставить пациенту диагноз. Понятно. То есть мы в надёжных руках, я так понимаю. А вот если профилактика, мы о ней говорили, какие места в нашем регионе, они, скажем, показаны тем, кто страдает какими-то аллергиями, и, может быть, какие-то местности конкретные, санатории, где налаживают это состояние здоровья аллергики? Понимаете, у нас край-то благодатный во всех смыслах. Но и для аллергиков он, с другой стороны, провокационный, потому что у нас 11 месяцев из 12 в крае что-то цветёт. Вот. И если это говорить о каких-то пыльцевой аллергии, у нас район более благоприятный для пребывания в сезон, это Черноморское побережье Кавказа. Особенно, вот если мы говорим о Амброзе, отцвела недавно только, вот отшумела, да. Это Сочи, Адлер, вот этот район. Ну, где-то, может быть, Геленджик. Вот, то есть направляемся ближе к морю. Ближе к морю, да. Ну, и теперь ещё и Крым. Тоже очень здорово. Вы не с пустыми руками к нам пришли сегодня. Расскажите, что это, для чего я вижу подсолнечники? Ну, да, я хотела сказать, что, да, вот из тех вот аллергенов, они и глаз радуют, и вроде бы и символ является уюта и Кубани, да. И оберегом в свою очередь. Но подсолнечник является родственником, как ни странно, дальним, но родственником Амброзе. Вот, это семейство сложноцветных трав, полынь, лебеда, Амброзия. И подсолнечник, он тоже является сложноцветным. Поэтому я даже положу. И когда у человека, вот, имеется аллергическая реакция на эти травы, то подсолнечное масло мы ему не рекомендуем халву, вот в этот период. Ну, я его, так скажем, как вот красивый, но достаточно такой яркий аллерген. А вот это памятки, которые можно, в общем-то, я думаю, что в учреждениях... Памятки, да, да. Взять на заметочку, иметь в виду, чтобы быть во всеоружии, правильно? Да, когда человек вот узнает, что у него бывает аллергическая реакция на пыльцу, скажем, деревья. Некоторые пациенты даже и не знают, что это за деревья, какая это группа деревьев, пыльцаев. Ну, и вот тут имеются фотографии как раз тех, вот, это и фундук, лещина, это и береза, это и граб, вот, которые у нас... Все наглядно, все описано. Да, и перекрестные реакции здесь тоже вот указаны, видите, морковь, яблоки, вот, персики, слива, они могут тоже вызывать иногда перекрестную реакцию. Ох! У нас такой, конечно, сегодня, видите, специфический немножко разговор, не надо, не надо то. Но, с другой стороны, человек предупрежден, он вооружен. И уже вооружен, да. Ну, наверное, пожелаем всем все-таки быть здоровыми. Обязательно. Вас поздравляем еще раз с вашим праздником. Спасибо вам большое, что это утро провели с нами. Спасибо большое. Друзья, но вы оставайтесь вместе с нами, вместе с хорошим утром, а и совсем скоро вы узнаете, почему именно сегодня нужно подарить своему руководителю хлеб и как связаны юность и Алла Пугачева. А впереди факты, факты спорт, погода, не переключайтесь.